Раньше среда, которую принято называть богемой, актеры, художники, люди творческих профессий, они были достаточно едины в каких-то оценках глобальных, они между собой могли не находить согласия, но оценивали одинаково то, что называется политической ситуацией. Сейчас то, что происходит на юго-востоке Украины, раскололо на неравные части, как мне кажется, вот эту среду. Вот этот момент каким-то образом на работе сказывается? Я сейчас не про юбилейный концерт, а вообще про деятельность? Ну, не сказывается у меня нет. Я, кстати, пригласил Андрея Вадимовича Макаревича участвовать в этом концерте, может быть, даже он и сможет, пока непонятно у него по графикам, но он не отказался в любом случае, как-то откликнулся на мое предложение. Просто у нас есть общая тема и общий фильм даже, в котором он писал музыку, а я играл. Это называется фильм «Скорость». С Алексеем Владимировичем Баталом я там снимался, это 1982 год, давний фильм. Но музыку для этой картины, какой же он красавец, слушайте. Спасибо, спасибо за то, что пиарите. Да, ну он прекрасен. Слушайте, если его после нашей программы кто-нибудь не возьмет, я вообще перестану верить в человечество, в гуманную составляющую мира. Ну прекрасен, ну прекрасен. Вы только сейчас познакомились? Посмотрите, какой он доверчивый, как он любит людей. Прекрасный парень. Он чувствует энергетику Харатьяна. Ладно, он же к вам пришел. А фильм «Скорость» Андрей Вадимович написал музыку вместе с «Машиной времени». Там есть песня просто замечательная, называется «Я с детства склонен к перемене мест». Я эту песню очень люблю, я бы хотел с ней вместе ее исполнить на этом концерте. И может быть, и удастся, кстати. И если удастся, это будет для меня большой подарок. Поэтому вот разные взгляды, да, ну кто-то как бы... Я думаю, что нужно быть не то, что выше этого, а как бы сказать, но быть более терпимее, что ли, толерантнее к мнению другого человека. У каждого из нас есть право на это, право выбора, право на какие-то собственные принципы и отстаивания. Сейчас я могу сказать, что, ну вот коллеги, да, приходят из среды актерской, и я, как правило, спрашиваю, есть темы табуированные? И все говорят «Крым». А раньше говорили, там, семья, никто не хотел там про какие-то, вот, ну, понятно, семейные. Кстати, насчет семьи, кто-нибудь будет из, раз уже был упомянут Иван Дмитриевич? Ну, Иван будет в зале, когда он будет, это его день рождения. Это вообще все получается для него, такой праздник, ну, отчасти, конечно. Да, будет и жена, и Иван будет, и дочь будет, и маму моя будет. Но только в качестве зрителей, да? В качестве зрителей, пока, да, пока мы как-то не рассматриваем этот качество. А вот мы как выступающих артистов на сцене. Непалиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24».